Всемирный банк опубликовал очередной прогноз роста мировой экономики, который может стать поперек горла некоторым критикам России. Согласно прогнозу, рост экономики России в ближайшие три года будет выше, чем ожидалось и достигнет 1,8% в 2019 году. В это время прогноз по росту европейской экономики наоборот понижен до 1,4%, а экономика США и Японии едва ли сможет расти более чем на 1,6% в год. Таким образом, делают выводы эксперты банка, можно говорить о том, что Россия почти полностью адаптировалась к низким ценам на нефть, а ниже, чем сейчас, они уже не будут в перспективе ближайших лет. Адаптация – хороший термин, описывающий состояние нашей промышленности. Недавно мы научились самостоятельно изготавливать очень сложный технологический продукт – винторулевые колонки DRK1200. Ранее мы закупали их у компании Rolls-Royce. То же самое касается газотурбинных двигателей и вентиляционного оборудования украинского производства. А вот иностранные производители, даже несмотря на санкции, не спешат отказываться от российской продукции. Так, компания Boeing в начале января заявила о намерении закупить у российского VSMPO Avisma титановой штамповки на 18 млрд долларов. Продукция нашего производителя давно пользуется большим спросом у ведущих зарубежных компаний в авиакосмической, машиностроительной и других сферах. Кстати, вышеупомянутый Rolls-Royce тоже является покупателем продукции VSMPO Avisma. Тем временем первый серийный самолет-амфибия B200ЧС, собранный в Таганроге, передан заказчику в лице МЧС. Давно зарекомендовавший себя самолет теперь глубоко модернизирован. В его конструкцию и оборудование внесены множественные изменения. В общей сложности это на 70% новый самолет. Накануне Нового года в Санкт-Петербурге был спущен на воду дизель-электрический ледокол Виктор Черномырзин. Это стало завершающим событием программы обновления ледокольного флота России в 2016 году. Всего за год было заложено, спущено на воду или передано заказчику 12 ледоколов. И еще немного итогов. В 2016 году корпорация «Росатом» вновь побила рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях России. Он на 1,5 млрд кВт-часов превысил выработку прошлого года. При этом рост портфеля зарубежных заказов вырос на 20%. В настоящее время в портфеле госкорпорации находятся 36 энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. И в заключение просто насладитесь свежим видео от Минобороны о применении российских боевых роботов «Нерехта» и «Соратник» во взаимодействии с мотострелками на специальном занятии. «Соратник» при дистанционном управлении действует в радиусе до 10 км, обнаруживает цели на расстоянии 2500 м и способен работать в пассивном режиме до 10 суток. Желаем вам бодрой трудовой недели! Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы в социальных сетях, не забывайте делиться видео с друзьями. А также обратите внимание на наш новый проект «Дело вперед», где вы можете бесплатно рассказать о своем малом бизнесе или производстве.